итак здравствуйте дорогие друзья сегодня с понедельник 2 ноября и давайте посмотрим на графики евро фунта поговорим о дальнейших перспективах движения видим что в пятницу все попытки покупателей европейской валюты сформировать какую-то восходящую коррекцию все технические дивергенции которые у нас были образованы все фундаментальные данные которые выходили были у нас в первую половину дня в пользу европейской валют но все-таки медведи оказались сильнее после нескольких неудачных попыток рынок продолжил свое снижение и в принципе на то есть ряд причин фундаментальная статистика у нас оказалась достаточно интересной и хорошие по еврозоне прежде всего мы увидели как то что индекс потребительских цен совпал с прогнозами экономистов хоть и насиделся в октябре но в целом данные прогнозов экономистов уже говорят нам о том что проблема с инфляцией все таки хоть и есть но она остается под контролем европейско-центрального банка хорошие данные по изменению объема ввп германии тот же отчет по изменению объема ввп неврозоны который за эти квартал оказался лучше прогнозов экономистов уровень безработицы ожидаемо чуть подрос но также не критично все это было на стороне у нас покупать европейской валюты и только во второй половине дня уже хорошие данные по основному индексу расходов наличное потребление по уровню доходов и расходов американцев все эти показатели выросли что конечно является хорошим фактором для экономики и не настроение потребителей от университета мичигана где также наблюдался рост индекса все-таки укрепил веру в американский доллар и который продолжил укрепляться и против евро и против британского фунта тут у нас и начинаются уже выборы в сша все это конечно делает ситуацию более напряженной и скорее всего спрос на активы убежища такие как американский доллар сохранится тем более напомню что в германии у нас уже закрывается экономика на частичный локаут и в принципе великобритании вводится карантинные меры во франции они уже действуют конечно это все не в плюс европейской валюте которая может остаться под давлением в паре с американским долларом теперь что касается кучи технической картины есть у нас сопротивление 1651 если мы выбираемся закрепляемся на этом уровне в первом половине дня сегодня том у скача коррекция может продолжиться и мы останемся боковом канале с сопротивлением 1701 отсюда можно продавать евро сразу насколько с коррекцией 15-20 пунктов внутри дня если мы вновь формируем ложный пробой на 1651 то это прямой сигнал к продажам идем мы на встречу 1617 и затем выходим к уровню 1585 здесь можно уже посмотреть длинные позиции сразу насколько от уровня 1617 лишь при формировании ложного пробоя что касается сегодняшней фундаментальной статистики ходит нас ряд отчетов по производственной сфере она принципе как и в европе так и в сша остается лидирующий по сравнению с сферой услуг и будет тянуть на себе в дальнейшем экономику в такое нелегкое время когда идет вторая волна коронавируса поэтому смотрим на показатели по еврозоне в первой половине дня во второй половине дня будет аналогичный отсчет производства индекса sm по сша видим что тут ожидается на рост этого показателя и если данные кажется конечно лучше прогнозов экономистов то это приведен к дальнейшему укреплению американского доллара теперь что касается у нас текущей технической картины по британскому фунту здесь мы видим покупателя попытались вернуться в рынок но рекомендовал открывать короткие позиции от уровня 29.91 еще в прошлую пятницу два раза мы подходили к этой области и как-то со второго раза все-таки получилась очень крупная распродажа на текущий момент есть у нас поддержка 29 15 если мы возвращаемся под этот диапазон закрепляемся ниже то скорее всего медведи погонят дальше пару уже на минимумы от 16 от 14 октября диапазон 28 65 при первом тесте также я думаю будет небольшой оскок порядка 20 25 пунктов поэтому можно на это ориентироваться но пробой этого диапазона откроет прямую дорогу на 28 07 и 27 49 что касается у нас продаж случае роста если мы формируем ложный пробой 29 15 то можно будет посмотреть покупки но проблемы на 29 84 останутся здесь продажи при также обновлении после обновления максимум прошлой пятницы возврата под этот диапазон либо тогда в таком случае продажа насколько сопротивление 30 58 всем удачи